Ребят, от меня 10 из 10. Конечно, мне кажется, что эта история на один раз. Не знаю, сможет ли она впечатлять повторно. То есть, такие истории хороши, вот прошел и насладился. Посмотрим, что будет ждать дальше. Огромнейший плюс за музыку. Здесь она великолепна. Игр, где настолько хороший саундтрек, запоминающийся на всю жизнь у меня лично. Всего лишь, ну, немного так. Понятно, что есть игры, где потом можно услышать, сказать, о, какая интересная музыка. Но вот, чтобы ты слушал, тебе нравилось, и эта музыка давала тебе как раз еще большую любовь к игре. Для меня это был Фаренгейт, Алан Вейк, и вот теперь Life is Strange. Ну, я имею в виду перед штормом. Посмотрим, как в основной игре. Но я думаю, ну, хотелось бы верить, что там не хуже. Так-то есть иногда стоящие треки. Но чтобы вся игра состояла из каждого трека, который ты хотел бы слушать и слушать, это... Таких игр, вот, я пересчитал только что. Три штуки для меня. Ха-ха-ха-ха. Там я рекомендую поиграть. Почему-то не хочешь ничего лишнего говорить. Мне понравилась механика. Давайте такие вот вещи, которые сюжет не трогают. Вас всегда провоцируют мини-игрой при диалогах на агрессию, чтобы лучше показать характер главной героини. И мне вот этот момент в игре очень понравился, что правильно реализовано, и идет это подталкивание не только сюжетно, что тебе показывает, что она должна быть более импульсивным персонажем. При этом тебе предлагают так действовать. Второй хороший момент. Эту мини-игру, в принципе, вы можете в каких-то местах отменять. Я так понимаю, в этом и была идея, что вы должны сами определить, где подростковая агрессия уместна, а где нет. То есть, что это не панацея для всей игры, чтобы все время выбирать агрессивный способ решения проблем. И я выстроил свой путь взаимоотношений с этой мини-игрой, а следовательно и свою определенную историю и восприятие этой истории для меня. И мне это понравилось. Это очень красиво было сделано. Простая очень мини-игра, но при этом интересно реализована в русле истории. Я таких вещей не припомню, что вот так красиво и лаконично было бы все сделано. Посмотрим, как в основной игре, но здесь мне вот этот момент очень понравился. История. Вкратце могу сказать, что здесь очень много пластов. И главное, что в финале... Ну, не знаю, в финале мне не хватало третьего варианта, скажу так. Чтобы больше лишнего не говорить. Мне не хватало третьего варианта. Потому что для меня, как бы, есть два пути, да? То есть, или сказать как есть, или промолчать. Вот мне вот варианта промолчать не хватало. Может быть, конечно, и к лучшему, что все-таки в жизни надо выбирать, белое или черное. Но мне кажется, иногда хочется посмотреть со стороны. Здесь, увы, в любом случае придется вам самим решить, что такое белое, а что такое черное для вас. В мой случай потом можно после прохождения посмотреть, что, как я считаю, что есть хорошо, что есть плохо. Поэтому и ценю такие игры. Они тебе позволяют как-то вот при первом прохождении именно прочувствовать историю и проявить себя так, как тебе свойственно. Потому что повторное прохождение, ты уже что-то новое ищешь. Смотришь варианты, смотришь реиграбельность. У тебя другой взгляд на игру. Самый ценный – это самый первый взгляд, самые первые впечатления. А все остальное – это продолжение отношений, если они возможны. Ну и настолько интересна игра, чтобы эти отношения продолжать. Вот так я вижу ситуацию. Тем более, для меня теперь игры и ценность отношений я определяю благодаря вам. В плане того, что продолжать отношения или нет с игрой. Хочется, чтобы это было обоюдное решение. В любом случае, хочу еще раз поблагодарить Александра за подарок этой игры, за содействие того, чтобы мы ей уделили время. Очень много великолепных проектов. И в этом году я очень много уже ставлю десяток. Я иногда думаю, а если весь год будет десятки? Ну, значит, он удался, знаете, я так думал. Мне не жалко поставить десять. Я оценку определяю из чувства радости. Я вот прошел игру, она меня порадовала, она меня впечатлила, затянула, дала мне новые эмоции и радость от того времени, который я в ней провел. Если я говорю «да», то десять из десяти. Если я говорю «да, ну вот там что-то вот, все-таки была ложка дегтя какая-то там, заноза, может быть, да? Тогда уже оценка начинает плавать. Редко бывает, конечно, что я говорю, что лучше бы я вообще бы в мои руки не попадалось играть». Ну, такие моменты бывали. Для меня это единица, когда я просто говорю, что да, вот такое вот детище существует. Какой же здесь великолепный саундтрек? Пишите свое мнение в комментариях по этой игре. Мне тоже будет интересно их узнать. Если, конечно, есть желание ими поделиться. А теперь насладимся музыкой. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Благодарю разработчиков за великолепную игру! 10 из 10! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!